Доброй ночи! Прямой эфир телеканала АТР продолжает рубрика Менимджи. Сегодня вторник. В студии я, Юрий Мацарский, и моя программа Атлас. Программа про все самое интересное и важное из того, что произошло за последнее время в мире. Это первая полноценная программа, которая выходит в прямом эфире в этом году. Поэтому мы коснемся не только тех вещей, тех важных интересных тем, которые уже успели произойти в этом году, но и немножко в прошлый год тоже заглянем в его самый конец. Много сегодня будем говорить об уже известных персонажах, но будет кое-что и новое. Итак, начинаем мы с Сирии и начинаем вот как раз с той самой истории, которая тянется аж в прошлый год, вернее, скажем так, в самый конец прошлого года. 31 декабря была зафиксирована одна из попыток обстрела российской авиабазы Хмеймем в этой самой Сирии. И несмотря на то, что Министерство обороны этой самой Российской Федерации сообщило о том, что ничего там не получилось, никакого обстрела не было, на самом деле уже появились фотографии и другие свидетельства того, что на самом деле обстрел был. И по разным данным от 6 до 8 самолетов пострадали, причем некоторые из них даже не подлежат восстановлению. Это за последний отрезок чуть больше, чем неделя, не последняя попытка такого рода обстрелов. Вот известно, что, по крайней мере, еще одна относительно, скажем так, успешная, потому что, безусловно, успешная попытка такого рода налета была совершена. Вот при помощи дронов, при помощи радиоуправляемых, таких небольших самолетов. На самом деле в Сирии уже давно используются вот такие вот устройства для того, чтобы наносить бомбовые удары. Используются в первую очередь так называемые заряды, так называемые заряды к подствольным гранатометам. Действительно, несмотря на то, что они не очень большие, их заряда хватает для того, чтобы нанести существенный урон как технике, так и живой силе. Известно, например, что в прошлом году очень активно так называемое исламское государство использовало эти самые дроны, вот эти радиоуправляемые самолетики небольшие, для того, чтобы наносить удары по своим соперникам, по противникам, в первую очередь по курдам. И неоднократно уже появлялись кадры того, как с этого самого дрона сняты, того, как этот дрон отпускает гранату и она разрушает. Вот, например, понтонный мост, по которому переправляются курдские отряды. Похоже, вот проделывают сирийские повстанцы с российскими самолетами. Уже известно, что вот этот вот самый налет, который имел место в начале года, вывел из строя как минимум один самолет и еще и противоракетную систему С-400, по-моему. Это, в общем, не так уж и важно, как и именно. Важно, что вот вся вот эта вот хваленная система безопасности, мимо которой никто никогда не должен пролететь, на самом деле, вот, по большому счету, выдумка и по большому счету фейк. Этот самый дрон смог преодолеть все возможные препятствия, еще и нанести удар. И самое интересное во всей этой истории, то, что дрон запустили не какой-нибудь там ИГИЛ, не какие-нибудь бывшие сторонники Аль-Каиды, которые несколько раз переименовывались. Дрон запустила так называемая Алавитская фракция свободной сирийской армии. Это очень любопытный момент, который нам многое позволяет открыть глаза. А Алавиты – это вот ближайшие союзники, если можно так представить себе, россиян в этой самой Сирии. Например, Башар Асад, действующий президент, вот он как раз выходец из этого самого такого крайне шиитского движения. Сейчас чуть подробнее расскажу, чуть позже расскажу подробнее об этих самых Алавитах. Но вот самое интересное. Их, по разным оценкам, от 5 до 12% населения Сирии, они держат при себе самые ключевые посты. Как в политике, так и, например, в армии. Вернее, сначала в армию, а потом в политике так уж повелось. И вот выяснилось, что далеко не все они поддерживают президента Алавита Башар Асада. Многие из них, по крайней мере те, кто умеют управляться с такой техникой, как дроны, воюют в рядах противников. Это действительно большая новость для тех, кто мало следит за тем, что происходит в Сирии. Потому что принято было считать, что Алавиты настолько боятся, настолько запуганы перспективой свержения своего, если так можно разиться, президента Башара Асада, что готовы терпеть все, что угодно, лишь бы никто другой не пришел ему на смену. Это действительно с самого начала арабской весны, которая затронула и Сирию в 2011 году, очень активно эти страхи использовались государственной пропагандой Сирии. Говорилось о том, что вот как только условно-относительно демократический и, по большому счету, светский режим Башара Асада падет, обязательно придут какие-нибудь невероятные экстремисты, радикалы, которые займутся вырезанием христиан, алавитов и так далее. Но нет, на самом деле, не на всех пропаганда подействовала, хотя большинство алавитов действительно воюет в рядах сирийской армии, той, что за Башара Асада. Это не просто так случилось, это повелось так исторически, а фактически с момента основания этой самой сирийской армии, вскоре после крушения Османской империи, по итогам Первой мировой войны. Тогда Сирия стала подмандатной территорией Франции, то есть Париж управлял, ну, как своей, по большому счету, колонией, и начал строительство самых разных государственных институтов, включая, собственно, сирийскую армию. Тогда было принято решение сделать ставку на ряд самых разных религиозных и национальных меньшинств французами, для того, чтобы, ну, не дать сирийцам большинству, суницкому большинству, слишком уж быстро прийти к независимости. И вот одним из таких меньшинств религиозных стали эти самые оловиты. Собственно, никто им особо-то и не мешал, когда создавалась армия, многие из них почувствовали, что необходимо что-то решать, что-то менять, и пошли в сирийскую армию очень быстро, буквально за пару десятков лет. Многие офицерские, высшие посты были заняты именно оловитами. И только вопрос времени стоял, когда же они возьмут власть целиком в стране. Это случилось в 70-м году, когда Хафиз Асад, брат, прошу прощения, отец президента нынешнего Башара Асада, совершил военный переворот и пришел к власти. А вот с тех пор оловиты и держат власть в стране. Замечу, что большинство, не только генералов армейских, но, по-моему, сейчас и губернаторов гражданских, это либо оловиты, либо люди так или иначе связанные с какими-то из оловитских кланов. Теперь немножко о том, кто же такие эти самые оловиты. Это, на самом деле, очень скрытное течение крайне шиитской, как я уже говорил. Известны они со Средневековья. Самые разные фетвы со стороны исламских, сунницких богословов издавались о том, как к ним относиться. В основном, конечно, потому что к ним стоит негативно относиться. Никто толком до конца не понимает, во что же верят эти люди, что же, собственно, становится основой веры оловитов. Это большой секрет, потому что далеко не все сами оловиты это знают. Только допущенные те люди, которые дают клятву никогда не распространяться о том, что они узнали, могут получить полное представление об основах своей же, собственно, веры. Ну, вот по ряду так называемых ренегатов, то есть тех людей, которые отказались от оловитской веры, вот по ряду их показаний мы знаем, например, что, судя по всему, оловиты верят в то, что люди изначально были звездами. Ну, то есть это вот совсем не исламское представление, то есть крайне швейцкое. Люди изначально были звездами, но нагрешили и вот оказались в людских телах. Причем считается, что оловит, который не грешил в этой жизни и жил в соответствии с нормами моральными, в следующей жизни перерождается в эту самую звезду. А если вдруг грешил, то может стать либо животным, причем грязным, собакой или свиньей, или христианином. Так это или не так? Действительно ли есть такие положения в оловитской вере? Понять невозможно, потому что, вот как я уже сказал, это крайне строго охраняемые все эти тайны. Кроме того, такия, так называемая, обет, скажем так, один из основных швейцких обетов, обет, предусматривающий скрытие своей веры от тех людей, которые могут быть враждебны, тоже оловитами используется. Поэтому вот такая вот очень странная вера. Известно, кстати, что они, помимо прочего, верят в реинкарнацию, считают, что каждое существо на Земле перерождается семь раз. И много вот всяких других таких историй, которые действительно коренным образом отличают оловитов от окружающих их людей, представителей других религий. Хочу сказать, хочу заметить, что вот по опыту своему у оловитов нет понятия харам. У них нет запретной пищи, они могут пить алкоголь, курить спокойно. Женщины их не покрывают головы. Кроме того, судя по всему, они отмечают некоторые христианские, даже за растрийские праздники, например, Навруз и Пасху. Но вот самые настоящие такие хардкорные оловиты считают президента Асада предателем, потому что он женился не на женщине из своей общины, а взял в жены суннитку. Но тем не менее, так или иначе, он остается оловитом. Он не порвал с этой группой этно-религиозной, не принял другую форму ислама или какую-либо другую веру. Поэтому для очень многих и крайних, и не совсем уж крайних представителей суннитских исламистских движений, он определенно является врагом, он определенно является тем человеком, власть которого в основном суннитской стране нелегитимна. Вот такой вот союзник у России, у России как у государства. Но вот помимо россиян, которые воюют на стороне Баш-Расада, есть еще и россияне, которые воюют на стороне так называемого исламского государства. Сейчас оно несет существенные потери, вынуждено отступать. Я уже много раз об этом говорил. И часть тех россиян вынуждена искать убежище, бежать из Сирии или из Ирака, где принимали участие в вооруженной борьбе. И на этой неделе в Сирии при попытке пересечения сирийско-турецкой границы курдским ополчением был задержан один такой россиянин, который пытался скрыться на территории Турции. Курды записали интервью с ним. Я предлагаю небольшой отрезок его посмотреть прямо сейчас. Мир Олейников. Исм Аби Юрий. Абу Ханифа, Руссия или Абу Ханифа, Дагестан? Минь, Дагестан. Руссия, на всю Руссия. Кавказ, я саму. Минь, энтон, дамбит для Лаэш. Миш, рон, дамбит. Сар Санатейн и Саманя Ташгур, так либан. Минь, энтон, дамбит для Лаэш. Минь, энтон, дамбит. Минь, энтон, дамбит. Я не могу вернуться к городу. Хорошо. В Туркии? Да. Каждый человек ходит на место. Первое, мы идем в тегреб. Не в тегребе. В тегребе вы можете вернуться в тегреб. У вас есть специальная служба? Да. Мы говорим о тегребе. В тегребе? Да. В тегребе. Как это? Я говорю о тегребе. Они имеют в тегреб. В тегребе? Я говорю о том, что у нас есть здесь. Я не знаю, кто это. Я не знаю. Я говорю о том, что у меня есть все. Если я даю тегребе, я буду в Туркии. Хорошо. В любом случае. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Показания еще двух человек. Но это просто самое интересное. Один из этих оставшихся двух азербайджанец, и он так несколько испуганно рассказывается о том, что он никого не убивал. Второй человек, гражданин Германии, арабского, судя по всему происхождению, который рассказывает в подробностях, как он добирался через европейские, в основном балканские страны в Турцию, а потом переходил границу для того, чтобы присоединиться к исламскому государству, так называемому. Но это все не так интересно, как вот россиянин, который с русской фамилией, с русским именем и отчеством присоединился к исламскому государству, с которым официально, вот официальная большая Россия, Кремль воюет, а уже, кстати, и победили, как выяснили мы не так давно, перед Новым годом Путин же отчитался, что все побеждены, все уже, в общем, могут расходиться по домам. Ну, как выясняется, у Путина всегда или почти всегда слова расходятся с делом, никто не побежден, просто теперь противники приняли несколько другую тактику, изменили ее, ушли в подполье, но расслабляться россиянам, конечно, не стоит, и не только в Турции, наверное. Но про россиян мы еще сегодня чуть попозже поговорим, когда будем обсуждать темы военных преступлений, а сейчас к следующей теме она тоже будет ближневосточная. Соседняя с Сирией страна, Ирак, там тоже долгая, многолетняя война, огромное количество разрушений, один город Масул, чего стоит, который отбивали международной коалиции несколько месяцев, да ладно, что там, несколько лет разрушили почти все, что только могли разрушить. Это только одна история, один только город Масул. 8 января на Ирак обратила внимание Еврокомиссия, сообщила Еврокомиссия о том, что разработана новая стратегия для Ирака. Там Федерико Маггерини выступила, много всяких правильных слов говорила о том, что Ирак это перекресток самых разных философских, религиозных течений, это одна из колыбелей мировой цивилизации. То есть вот такие общие слова. И, собственно, вся эта концепция помощи Ираку, она тоже сплошные общие слова о том, что нужно помочь восстановить инфраструктуру, дать людям жилье, дать людям надежду, работу, возможность зарабатывать и так далее. Ну, то есть, на самом деле, такие общие слова, которые сейчас Ираку, ну, судя по всему, не нужны. Почему не нужны? Потому что вот помимо действительно настоящего разрушения большого количества городов, я так понимаю, что речь идет о миллионах жилищ, как домов, так и квартир, в которых люди остались, из-за которых люди остались вообще без крова. Речь идет еще о безумном количестве, невероятном количестве, по разным оценкам, до почти трех миллионов, до двух миллионов 700 тысяч человек, беженцев и вынужденных переселенцев, которые вынуждены были покинуть свои дома или вот уже останки своих домов. В большинстве своем эти люди живут в лагерях для беженцев, они представляют из себя настоящие города. Это вот тысячи палаток или временных, каменных или быстросборных металлических домиков, в которых многие уже живут годами, там, с 2012, с 2013 годов. Вот эта фотография, пожалуйста, я ее снимал на севере Ирака в одном из таких лагерей. Вот такие вот улицы, люди уже обжились, привыкли там, там же построены школы, в этих школах действительно учатся дети. Многие из них никогда и других-то нормальных школ не видели, только вот в каких-то палатках быстросборных учатся. И вот Федерико Магерини, добрые европейцы, рассказывают о том, что вот их концепция теперь принята, о том, как нужно помочь Ираку, сплошные добрые пожелания, сплошные замечательные слова о том, как нужно жить хорошо, все построить и все наладить. Но тут самое интересное началось как раз в этих самых лагерях для беженцев, где живут, повторюсь еще раз, по разным оценкам, до почти трех миллионов человек. Это действительно похоже на правду, потому что в самых крупных этих лагерях живут часто официально по 50-60 тысяч человек. Они официально, конечно, могут жить и больше 100 тысяч человек, не все регистрируют маленьких детей, не всегда у администрации этих лагерей есть возможность учесть всех людей и так далее. Так вот, из этих лагерей пришла новость о том, что людей насильно выселяют в те регионы, откуда они в свое время бежали, спасаясь от войны, спасаясь от так называемого исламского государства. В первую очередь на это правозащитникам жалуются шииты, которые считают, что им сейчас опасно возвращаться в свои деревни, в свои города, потому что, несмотря на бравурные заявления, несмотря на уже прошедший в Багдаде парад, несмотря на официальное заявление о победе над так называемым исламским государством, победа, как таковая она, в общем, пирова, продолжаются обстрелы, продолжаются нападения на людей, продолжаются... Вот несколько дней назад был зафиксирован даже мощный минометный обстрел одного из селений в центральном Ираке. Так вот, эти шииты жалуются на то, что их насильно выгоняют из лагерей беженцев, отправляют в их небезопасные до сих пор дома. И происходит это вот почему. А происходит это потому, что уже через несколько месяцев должны пройти очередные выборы в парламент, на основании которых будет сформировано еще и правительство. И вот нынешний премьер Хайдер Аль-Абади, по словам этих самых людей, беженцев, как раз пытается их выгнать домой, чтобы они проголосовали, потому что в лагерях для беженцев нет возможности организовать полноценное голосование. И голосование в Ираке проходит по месту, ну, как и у нас, по месту прописки каждого избирателя. И вот они жалуются на то, что Хайдер Аль-Абади выгоняет их домой, по домам, по небезопасным, для того, чтобы вновь набрать большинство голосов и вновь возглавить правительство. То есть, как это очень часто бывает, политические амбиции того или иного лидера ставят под угрозу жизни людей. Информация-то появилась не так давно, но на нее уже обратили внимание правозащитники из западных стран. И, судя по всему, иракскому правительству придется так или иначе объясняться, так или иначе давать отчет об этих своих действиях. Так, небольшая справка. В Ираке, несмотря на то, что есть президент, на самом деле номинальным главой государства, фактическим главой государства является премьер-министр. Президент исполняет такую представительскую, часто, можно даже сказать, декоративную роль. Из Ирака перенесемся в еще одну ближневосточную страну, в очень похожий по названию Иран. С 28 декабря, я же говорил, что мы будем еще и в прошлый год заглядывать, в Иране идут акции протеста. 28 декабря они начались, в общем, с мирных акций в одном из городов, да что там, во втором по величине городе страны. В принципе, поводом для начала этих самых акций, которые поначалу были исключительно мирными, стало резкое повышение цен на целый ряд продуктов. В украинских, в российских, в ряде других СМИ писали о том, что вот яйца подорожали вдвое, и именно это заставило людей выйти на улицы. Это только отчасти правда, потому что подорожали не только яйца, подорожало огромное количество товаров, и часто действительно это повышение цен было очень и очень значительное. Где-то на 50, где-то на 60, а порой и на 100 и больше процентов. И вот поначалу люди вышли с чисто экономическими требованиями, с требованиями прекратить этот рост цен, каким-то образом навести порядок с тем, что происходит в магазинах, на рынках и так далее. Но очень скоро к этим самым экономическим требованиям добавились требования политические. Они не на ровном месте возникли, на самом деле, по той простой причине, что, как известно, политика и экономика всегда очень тесно связаны. Особенно, когда речь идет о стране, и так, в общем, в не самом лучшем экономическом состоянии, пребывающем после десятилетий санкций, это я сейчас об Иране говорю, так еще и претендующий на региональное, а если еще шире смотреть, так и на полумировое, так можно выразиться, господство. Иран действительно такая страна, несмотря на то, что, как я уже сказал, с экономикой не все в порядке. Активно вмешивается или пытается вмешаться в дела таких стран, как Сирия. Там иранцы воюют в большом количестве, иранские прокси, и наемники, и все кто угодно. И в Сирии, и в Ираке тоже они принимают активное участие. И в Йемене, и в Ливанской Ахизбалла, это, по большому счету, тоже, в общем, ответвление иранских спецслужб. То есть, это вот страна, которая пытается всюду как-то поучаствовать, как-то стать лидером шрицкого мира, но вот дома не все в порядке. Так вот, еще эти трупы, эти гробы, приходящие из разных концов света, ну, в первую очередь, конечно, из Сирии, из Ирака, где, как я уже сказал, война продолжается. Гробы, приходящие назад, домой в Иран, ну, не делают, в общем, никакого хорошего реноме нынешним властям. Еще и цены поднялись, поэтому все это очень быстро превратилось в такие настоящие политические акции со столкновениями с полицией. Звучали лозунги отставки не только президента Рухани, но и верховного главнокомандующего, если так можно выразиться, всем Ираном, Аяталы Хаминеи. А, кроме того, говорилось о том, что на улицах говорилось о том, что не стоит тратить деньги на сектор газа, Ливан, Сирию, Ирак и так далее, что нужно сконцентрироваться на решении проблем внутри страны. А что стояло за этими, и до сих пор стоит за этими выступлениями, сейчас очень многие спорят. Кто-то говорит, что это действительно спонтанный народный протест, как я уже сказал, целый комплекс проблем, который накопился в стране, заставил людей выйти на улицу. Причем вступить в столкновение с полицией, с жандармерией Басидж, так называемой, уже известно, как минимум 21 погибшим и сотнях раненых. А другие говорят о том, что за этим стоят какие-то разборки внутри элит политических в Иране. Так, например, уважаемый телеканал, уважаемая редакция Аль-Джазира как раз сообщает о том, что это вот такие разборки, если так можно выразиться, внутри властных фракций Ирана за то, у кого все-таки будет больше власть. На самом деле, самая большая власть в Иране действительно находится в руках одного единственного человека, и никто ее не может оспорить. Ну, кроме вот улицы, если достоять до конца, это Айатала. По закону, основному закону Ирана, страна вообще управляется Всевышним. Ну, вот Айатала действует как единственный главный его представитель. Там, на самом деле, по большому счету, тот же самый закон основной предписывал бы ограничить эту власть неким советом старейшин. Но Азиатала Хаминея, он давно на свете живет. Он, собственно, один из вдохновителей был этой самой исламской революции. Поэтому он очень быстро в этот самый совет старейшин ввел только своих людей, которые пикнуть не смеют. Поэтому вот он фактически одной рукой рулит всем Ираном. Ну, одной рукой рулить это можно, но защитить-то эту руку чем-то надо. И для этих целей в Иране, с момента, собственно, почти самого момента исламской революции, существует так называемый корпус стражей этой самой исламской революции. Это те люди, которым действительно есть что терять. Это спецназ, часто это люди с хорошей военной подготовкой, хорошо вооруженные. И более того, эти люди кровно заинтересованы в сохранении действующего порядка вещей. Так как им принадлежит вот этому самому корпусу стражей исламской революции, им принадлежат самые разные отрасли бизнеса, в первую очередь банковский бизнес. Поэтому они, судя по всему, готовы стоять до конца, готовы действительно защищать, в том числе и ценой убийства сограждан, защищать режим Айталы. Тут стоит отметить, что президент Рухани уже сообщил, что где-то, судя по всему, упустили работу с молодежью, что надо активнее смотреть и слушать, чего же хочет молодежь. Но при этом этот самый Рухани сказал, что, естественно, никакого прощения быть не может тем, кто сейчас занимается беспорядками, с тем, кто сейчас воюет с Басич, Шексир, полицией и так далее. Поэтому революция в том или ином виде повторяется. На пике, вот в самом начале года, порядка 40, то есть там больше 40 городов так или иначе были охвачены волнениями. Сейчас немножко пошло на убыль, но тем не менее столкновение продолжается, кровь продолжает литься. Известно, например, что арестован бывший президент Ахмадин Ежат. Его арестовали как раз за подстрекательство к протестам. Собственно, вот власть не щадит ни своих, ни чужих. Хотя, пускай какой-нибудь свой. Он уже бывший свой, поэтому, наверное, больше чужой, чем свой. Так что Иран имеет шансы стать еще одной нашей постоянной рубрикой в программе «Атлас». Непременно буду следить за всем тем, что происходит там, да и вокруг Ирана тоже. Сейчас переходим к следующей теме. Про Вашингтон надо рассказать, тем более есть повод. В Америке, в США, да и что там уже во всем мире сейчас все в книге в электронном виде выходит. Вышла книга 5 января про то, как действует нынешний президент Дональд Трамп и его администрация. Называется эта книга «Огонь и ярость». Это прямая цитата из твиттера Дональда Трампа. Напомню, он обещал огонь и ярость обрушить на Северную Корею. Но вот сейчас эту «Огонь и ярость» на него обрушил журналист Майкл Волф. Журналист, который вошел в доверие как самому тогда еще кандидату Дональду Трампу, так и его администрации, его окружению, вплоть до, например, жены Дональда Трампа. И в течение нескольких месяцев до избрания Трампа, во время избрания и потом уже в бытности его в Белом доме, занимался тем, что вынюхивал, выслеживал, разговаривал с людьми, выяснял, что же, собственно, этот Трамп из себя представляет. Ну, книга, порядка 250 в ней страниц. Читается она, честно могу сказать, не очень легко. Такой таблоидный стиль изложения. Плюс ко всему критики уже отметили, что ничего нового не сказал этот самый Вольф, хотя там есть некоторые, скажем так, забавные детали. Например, он говорит о том, что никто из тех, кто работал с Трампом, до конца не верили в то, что он может победить. Что, по большому счету, главной мотивацией всех этих людей были деньги. Они хотели развести, я прошу прощения за такое выражение, богатого такого дурачка, каким его многие воспринимали, получить с него побольше денег, а потом перейти на работу к какому-нибудь другому богатею, к какому-нибудь другому кандидату. И так пишет Вольф, даже жена Трампа не ожидала, она растерялась. Она была совершенно не готова к тому, что по результатам голосования ее муж войдет в Белый дом. Повторюсь еще раз, книга не очень легко читается. Там таблоидный стиль, он не всем подходит. Какое-то нагнетание, при этом огромное количество персонажей. Вольф говорит, что он с порядка двумя сотнями людей поговорил для того, чтобы написать эту книгу. Причем там на очень многие вопросы не дается ответа. Одна из самых больших глав посвящена отношениям Трампа с Россией, возможному влиянию России на президентские выборы. Но мы никаких подробностей новых не узнаем, кроме того, что, например, бывший президентский советник Майкл Флинн может оказаться самым влиятельным человеком, потому что что-то такое знает. Но что он такое знает, Вольф не рассказывает. Так что, в общем, книга на любителя, хотя Трамп уже пообещал засудить издателя, засудить писателя, сказал, что ему навсегда будет запрещен вход в Белый дом, что он обманом втерся в доверие, что ни о какой книге ни он, ни его администрация не знали, что, в общем, они как честные люди, с честным человеком с ним общались. Он взял, так и подвел их, написал такой пасквиль гнусный. К следующей теме переходим. Отправляемся в Грецию. В Греции, как сообщает организация под названием «Движение против расизма и фашистской угрозы», участились нападения на мигрантов, в первую очередь на представителей африканских национальностей и пакистанцев. Причем, как сообщает вот это вот самое движение, за этими нападениями, судя по всему, с большой долей вероятности, может стоять одна из парламентских сил. Ультраправая, крайне националистическая партия, прошу прощения, которая называется «Золотая заря». Давайте сюжет о том, что это за партия, и продолжим дальше про то, что творится в Греции. Золотая заря. По-гречески «Хриси Авги» – ультра-националистическая партия Греции, официально зарегистрированная как политическая сила в 1993 году. Программа партий предполагает, в частности, насильственную депортацию всех нелегальных мигрантов, национализацию банков и природных ресурсов. Согласно уставу «Золотой зари», стать полноправным членом партии может лишь арец по крови и грек по происхождению. Это фактически прямая цитата из устава нацистской партии Германии с заменой немца на грека. Кроме того, сама партийная символика – чёрный греческий символ «Меандр», отдалённо напоминающий свастику на красном фоне, повторяет цветовую схему нацистского флага. «Золотая заря» выступает против антироссийских санкций Евросоюза и за большую кооперацию с Москвой. Активистов партии подозревают в совершении преступлений на почве ненависти, таких как избиение мигрантов и убийство политических противников. По подозрению в причастности к расправе над антифашистом Павлосом Фисосом в 2013 году, был даже арестован глава «Золотой зари» Михаил Лиакос. Партия представлена в греческом парламенте 17 депутатами, трое членов «Золотой зари» заседают и в Европарламенте. Парламентская партия, действительно, которая стоит, и они не скрывают этого на российских, откровенно российских позициях, и вот все эти истории с избиением людей и с тем, как политика в Греции подается в социальных сетях этой самой партии, привели к тому, что Твиттер заблокировал страницу этой самой партии, сказал, что не собирается заниматься помощью в распространении ненависти на расовой, религиозной и любой другой почве. А уже по этому поводу есть официальное заявление «Золотой зари», они говорят о том, что это нарушение прав греческих избирателей, тех людей, которые поддерживают эту партию. Но, с другой стороны, если как-то с нацистами бороться, то как еще иначе, кроме как не давать им возможность говорить, распространять вот эту свою человеконенавистническую ложь. Поэтому, надеюсь и уверен, что примеры Твиттера последуют не другие соцсети. Мы переходим к следующей теме. Боюсь, что это вот одно из последних, что успею сегодня рассказать. Недалеко мы в географическом смысле отправляемся от Греции, в которой только что были. Теперь будем в Болгарии. Там на северо-западе Болгарии, в трех областях, в трех регионах, в Виденской, Вратской и Монтанской объявились сепаратисты. Там объявились некие люди, местные жители, активисты, которые сейчас активно собирают подписи для проведения референдума. Референдума о независимости этих самых трех областей. Или, внимание, присоединение вот этих трех областей, которые видно сейчас на карте, к ближайшей Румынии, к ближайшей в этой части географии, к Болгарии, Румынии. Вот есть прямая цитата одного из организаторов. Это местный житель, житель одной из этих областей. Его зовут Борис Каменов. Вот он на видео. Он сообщил о том, что терпеть коррупцию в Болгарии невозможно. Что единственный выход побороть эту коррупцию, которая лишает жителей приграничных районов денег, работы, уверенности в завтрашнем дне, вообще всего лишает, это выйти из состава Болгарии. Вот сейчас они там решают, что там вносить, какие пункты в бюллетень на референдум. Действительно, оставить ли только независимость или еще и включить возможность вступления, присоединения к Румынии. Но вот он говорит о том, что если бы не проклятая коррупция, если бы не воровство, которое привело к тому, что все совсем плохо на северо-западе Болгарии, никогда бы никаких сепаратистов там не появилось. Пока, кстати, что самое интересное, я не смог найти никаких официальных заявлений со стороны правительства Болгарии, как они относятся к такого рода инициативе. Но, с другой стороны, может быть, действительно им пока не стоит и суетиться, и как-то обращать на это внимание. Ну, потому что, что там один камень, пускай их даже уже там несколько, он там нашел себе каких-то соратников, смогут сделать. Вряд ли они смогут собрать необходимое количество подписей для вынесения этого вопроса на референдум. Хотя, кто его знает, может быть, и удастся. Другой вопрос, что можем себе пофантазировать, можем себе представить, что действительно этим людям удалось собрать подписи. Этим людям удалось провести референдум. А что делать дальше? Болгария и Румыния живут по правилам Евросоюза. В отличие от какой-нибудь там, в конец потерявшей берега России, эти люди, которые, эти государства и правительства, которые уважают международное право и систему устоявшихся после Второй мировой границы. Поэтому, ну, камень его можно пожелать удачи, но это будет пустое пожелание, пустой крик в вечность. Не успел обо всем рассказать, к сожалению. Обещаю справиться, в следующей уже программе все расскажу. А завтра, вот после 22 часов, традиционная программа «Оккупированные» будет в эфире телеканала АТР. Но вместо Дениса Казанского в студии вновь буду я. Надеюсь, что все у меня получится и с «Оккупированными» тоже. А на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин